Долгожданный автомобиль 2016 года перед вами. Honda HR-V. Эту последнюю модель в линейке японского производителя можно рассматривать как промежуточное звено между Honda Fit и Honda CR-V. Технические характеристики этих автомобилей весьма схожи. HR-V разрабатывалась на базе Fit, но ее корпус получился на целых 30 сантиметров длиннее и на 23 сантиметра короче, чем у CR-V. В США представлено три уровня комплектации салона – LX, EX и EX-L. Основные отличия в них – это кожа, навигация и другие приятные мелочи. Сегодня мы попытаемся это все оценить. Под капотом двигатель с рабочим объемом 1,8 литра, с четырьмя цилиндрами и 16 клапанами. Речь идет о конструкции с верхним расположением распределительного вала и верхними клапанами. А также имеется распределительная инжекторная система подачи топлива и интеллектуальная система VTEC, которая изменяет время и ход работы клапанов. Мощность – 141 лошадиная сила, при крутящем моменте – 172,2. Внешняя стилистика выглядит дерзко. Агрессивная передняя часть, дополненная логотипом компании, и очистый передний спойлер. Галогеновые фары высокой интенсивности. Не HID, но как бы то ни было яркость света приличная. Нельзя не отметить изящество аэродинамических линий на боковой части корпуса. Нижняя тянется от колеса до колеса, верхняя – от переднего сидения до задней двери. Средняя – от середины корпуса до ручки задней двери, скрытой вот в этом месте. Задняя часть. Здесь присутствуют красивые LED-фары, габаритные сигналы и встроенный спойлер. У варианта EX-L имеются аккуратные ложбинки для рейлингов и крепления для антенны спутникового радиоприемника. В общем, интересные изменения, благодаря которым HR-V заметно выделяется на фоне других моделей. Но главный отличительный нюанс – это, пожалуй, грузоподъемность багажника. С поднятыми задними сидениями, когда привод приходится на два колеса, объем багажника составляет 688 литров. В полноприводном режиме – 657 литров. Заднее сидение складывается в соотношении 40 на 60. Таким образом, общий объем багажника расширяется до 1665 литров. Впечатляет и то обстоятельство, что высота до земли – 63 сантиметра. Так проще заполнить багажник различными вещами. Его ширина – 117 сантиметров, а высота – 89. В общем, места хватит для больших предметов. Но это еще не все. Если у вас уж очень большие вещи, то я опускаю переднее сидение, убираю подголовники. И теперь здесь не менее 2,5 метра. Поместится все, что угодно. Но это еще не все. Мы не рассказали о магических сидениях. Вы готовы к небольшому сеансу магии? Пристально следите за моими руками. Это называется «высокий режим». Довольно удобно. Достаточно места для пассажиров. Управление этим мини-кроссовером достаточно комфортное. Судя по всему, он легко справляется с поездкой на дальнее расстояние. Сейчас мы едем по автостраде, и все работает гладко. Есть амортизационная стойка, независимая передняя подвеска, торсион, задняя подвеска, амортизаторы, реагирующие на амплитуду с двухступенчатым поршнем. Это значит, что если требуется уменьшить скорость и двигаться медленнее, активируйте первый уровень. Но когда вам понадобится прибавить ходу, включите второй уровень. Другими словами, на оживленном шоссе автомобиль перемещается столь же уверенно, что и во время поездки по городским улицам. Шестиступенчатая коробка передач с механической и бесшумной трансмиссией. Есть даже возможность включить спортивный режим. У версии EX и EX-L присутствуют подрулевые переключатели. Передние полные приводы с механическим переключателем между двумя этими дужинами работают. На 100 километров вам хватит около 7 литров топлива. А если выехать на автостраду, то расход топлива будет около 5 литров. То есть на смешанном участке дороги расход топлива будет примерно 6 литров на 100 километров пути. Попробуем ускориться. Чтобы разогнаться до 100 километров, понадобится 9,5 секунды. Это не гоночный автомобиль, но от соседней автомобиля напугал точно. У этой машины двигатель Civic, поэтому приходится задуматься над тем, достаточно ли у него мощности. Вес с приводом на два колеса 1,3 тонны. Полноприводный автомобиль весит 1,4 тонны. Этого более чем достаточно. Мне нравится интерьер, и в частности мягкость покрытия кожи салона EX-L. Руль и переключатель на коробки передач обтянуты кожи. Кожные сидения, мягкий материал. В общем, все в коже. Что касается размещения приборной панели и прочих средств управления, все просто и удобно. Крупный спидометр, тахометр, который всегда находится слева, что очень удобно. Мультимедийный интерфейс справа. Сенсорный дисплей, навигатор располагается ближе к водителю, что опять же очень удобно. Также присутствуют и средства управления на руле, но проще воспользоваться сенсорным дисплеем. Клики, увеличение масштаба двумя пальцами, система быстро реагирует на нажатие. Интересно, что вентиляционная панель у пассажирского места выполнена удлиненно. Вот такой вот горизонтальной планкой, что в целом неплохо и рационально. Несколько держателей для бутылок, у сидения водителя, в других местах салона, а также в центральной консоли, под двигающимся подлокотником. Ниже центральной консоли у вас есть дополнительное отделение, где присутствуют USB, HDMI порт, источник питания на 12 вольт и прочее. В базовую комплектацию входят 4 динамика, акустическая система на 160 ватт, модели EX и EX-L, 6 динамиков, премиум система на 180 ватт. Включим что-нибудь. Я просто рулевой барабанщик. Небольшой недостаток это сидение без электрической регулировки и нет откидного подлокотника на заднем пассажирском сидении. В числе преимуществ можно назвать наличие кнопки системы запуска двигателя Start-Stop, парковочный тормоз, режим Econ и переключатель, спорт режим и беступенчатые трансмиссии. Весьма неплохо, хорошая комплектация. Рулевое управление излишне мягкое, но в целом неплохо, машина реагирует соответствующим образом. Только посмотрите. Здорово. Как раз тот случай, когда от вождения получаешь удовольствие. Совсем забыл. В моделях EX и EX-L предусмотрен юг. Так называемая лунная или солнечная крышка. На ваш выбор. Перестроимся в другой ряд. Смотрите, для этого как раз нужны камеры. Козел, только что меня подрезал. Могу ли я его назвать козлом? Да, он козел. Козел. Это только что спасло мне жизнь, предотвратило аварию. Хорошо, что в левом зеркале такой полный, расширенный обзор, что позволяет решать проблему мертвых зон. Что касается стоимости, в США это порядка 19 тысяч долларов с мелочью. Комплектация EX будет стоить около 21 тысячи. И EX-L, который мы сейчас тестируем, будет стоить 24,5 тысячи. По моему скромному мнению, машина стоит этих денег. Довольно необычно, находясь за рулем этой машины, встречать на дороге такое множество CR-V. Конечно же, это объясняется тем, что Honda CR-V была выпущена раньше, но уверен, что в обозримом будущем мы будем видеть такое же множество HR-V. В этой модели сочетается плавность управления и эффективный расход топлива. В числе других преимуществ великолепный багажник и магические сидения. Плюс машина с прекрасным внешним видом по доступной цене, на которой еще и удобно парковаться. Думаю, новейшую Honda можно считать достойным дополнением к портфелю японской компании. Обратите на нее внимание. Если у вас вдруг появится такая возможность, это транспортное средство может стать приятным сюрпризом и по-настоящему впечатлить. Спасибо, что посмотрели сюжет. Я ценю ваше время и надеюсь, что подпишетесь на канал. Увидимся. Переведено и озвучено Киперпро. Переведено и озвучено Киперпро.